От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Этот совет актуален для всех, в том числе и для людей известных. Если тебя ловили с валютой, с какими-то бриллиантами и так далее, это популярно, ты непопулярно, это очень сложно. В тюрьме побывали Роберт Дауни-младший и Уэсли Снайпс, Джеймс Браун и даже Пол Маккартни. Правда, всего на неделю. Наши тоже не отставали. Певец Сергей Захаров устроил за кулисами мордобой и попал в колонию. Владимира Долинского и Юрия Айзеншписа судили за валютные махинации. Георгий Юматов и Валентина Малявина сидели за убийство. Это очень страстная натура, как выяснилось. И это далеко не полный список советских мастеров искусств, побывавших за решеткой. Учтите, попадете за решетку, я вам передачи носить не буду. Нет! Как человеку тонкой душевной организации выжить среди уголовника? Он выживал в каком мире? В мире волчат. В мире людей, преисполненных уверенностью, что это ничтожество. Кому из артистов тюрьма сломала жизнь и карьеру? Для него это вообще было невероятной мукой. Есть ли шанс начать новую жизнь и вернуть славу? И помогает ли горький тюремный опыт в жизни на свободе? В начале 1983 года актрису Валентину Малявину неожиданно вызвали в милицию. Дело касалось гибели ее возлюбленного, который скончался от ножевого ранения пять лет назад. Оказалось, что давно закрытое дело вернули на доследование. И теперь она фигурирует в нем как подозреваемая. Арест Бутырка. Валечка Малявина мне очень трудно анализировать, но то, что с ней в одно время произошла беда, это было очевидно. Валентина Малявина была единственной любимой дочкой в генеральской семье и привыкла жить без оглядки и наотмашь. Судьба одарила ее и красотой, и творческим везением. Но главным ее талантом было умение сводить с ума мужчин, играючи и походя. Александр Збруев, Андрей Тарковский, Павел Арсенов, Александр Кайдановский были готовы ради нее на любые подвиги. Тогда она была божественно потрясающей с этими глазами, губками розовыми, которые даже она не подкрашивала, румянцы, ну хороша невыносимость. Увы, не только за окном прошли с тех пор года, я жду и только в одном тревожусь иногда. С 24-летним актером Станиславом Жданько актриса познакомилась, когда ей было уже 37. Самое важное, братцы, научиться держать удар. И в жизни, и вообще. Одни их осуждали, другие называли родственными душами. Но, как водится при мезальянсах, Малявина отчаянно ревновала молодого человека к каждой юбке. Что не мешало влюбленным весело и крепко выпивать. Малявина с удовольствием поддерживала компанию. Я помню, я с ней не раз чокался. Очень милая ее улыбка помогала ощущать жизнь, что ты живешь не зря. Весной 1978-го Валентина и Станислав отмечали премьеру их друга Виктора Проскурина. Уже ночью виновник торжества отправился за добавкой. А вернувшись, обнаружил Стаса Жданько, лежащим на полу, с кухонным ножом в груди. Малявина, путая слова, пыталась объяснить подоспевшей милиции. Мол, возлюбленный хотел ее напугать, но не рассчитал силу удара. Дело квалифицировали как несчастный случай и закрыли. Для всех это была, конечно, беда и шок. Трагедия не давала покоя родителям Станислава. Через пять лет по их требованию расследование возобновили. На этот раз следователи рассудили, что Жданько не мог сам нанести себя рану такой глубины. Малявину осудили на девять лет. Это была трагическая новость, конечно, и вообще после этого сломала всю ее жизнь и судьбу. Прекрасной актрисы, красивой женщины. Вот так случилось. Актриса сменила несколько тюремных адресов. Бутырка, Можайская зона, Воронежская, а затем поселение в Ростовской области. Как и все, трудилась на фабрике, мыло, полы. Одно время работала в библиотеке. Блатное место. Ее известность, безусловно, сыграла роль. Надзиратели не грубили. Иногда угощали чаем. Сокамерницы тоже особо не трогали артистку. Хотя стычки бывали. Следила за собой. Делала маникюр. Накладывала на лицо маску из вязкой каши. И верила, неволи ее не сломает. Это состояние духа. Это состояние души. Она сильная, прекрасная женщина. И добрая женщина. Она вышла на свободу через 4 года. По амнистии. И в 47 начала жизнь с чистого листа. Восстановила прежние связи. И даже снялась в двух фильмах. Дорогая, как поживаешь? Отлично, дорогой. Цвету и пахну. И хотя успеха картины не принесли, в 1993 году Малявина получила звание заслуженной артистки и снова вышла замуж. Как оказалось, ненадолго. Наверное, ее темперамент захлестывал, ей хотелось больше. Потому что она очень страстная натура, как выяснилось. Может быть, она мечтала о какой-то безумной, потрясающей любви. Про карьеру тоже можно было забыть. Красота увяла. Здоровье изрядно подточили тюрьма и выпивка. Малявина еще раз вышла замуж. Вскоре мужа убили. И 50-летняя актриса окончательно утратила самоконтроль. Теперь она пила каждый день и помногу. Тем более, что желающих подать стакан было хоть отбавляй. В те времена вокруг известных людей, имевших квартиры в Москве, в юном велись сомнительные персонажи. Это все произошло в преступные, я считаю, 90-е годы, когда разваливалась страна. Катастрофа практически не управлялась. Деньги стали главным действующим лицом жизни. В очередной пьяной кампании актрису толкнули. Она сильно ударилась головой. Итог – слепота. Собутыльник бодро переписал квартиру на себя. А Малявину отправил в Курскую область доживать. Так актриса оказалась на самом дне. Хотелось увидеть ее, хотелось ее поддержать, хотелось своей энергией, я не знала, в ком она состояния, вселить какую-то, я не знаю, верующую, как выяснилось, да, какую-то веру вселить. Судьба все-таки сжалилась над ней. В начале 2000-х у убогого домика слепой одинокой женщины в Курской области остановился дорогой автомобиль. Явно состоятельные визитеры деловито распорядились. Собирайтесь, вы будете жить в пансионате. Так поклонники, которые до сих пор предпочитают оставаться неизвестными, спасли Валентину Малявину. Кстати, вину в убийстве Станислава Жданько актриса так и не признала, ни на суде, ни в последующих интервью. Она говорила, нет, я не виновата. И была какая-то такая информация, я тут же верила ей. А вот актер Георгий Юматов, напротив, вину признал. Но это не принесло ему облегчения. Душа болела до конца жизни. В марте 1993 года он сам набрал 0,2. Судите меня, я убил человека. Милиция приехала быстро. На полу действительно лежал мужчина с пулевым ранением. Народного артиста доставили в отделение. Когда у него вот эта неприятность произошла в конце жизни, не дай бог, врагу не пожелаешь такого, то мы, в том числе и я, и другие актеры, встали на защиту Жоры. Актеры отправили в матросскую тишину. Дело было громким. Юматов – кумир эпохи. Как такое могло произойти? Друзья не отрицали. Георгий Александрович – человек импульсивный, принципиальный и вдобавок с молодости крепко пил. Но чтобы стрелять в человека в упор – немыслимо. Все знали – честь для Юматова – не пустой звук. За трудовую сознательность, рабоче-крестьянскую дисциплину и преданность мировой революции, а также за призовую стрельбу и понимание текущего момента наградить курсанта Алексея Трофимова красными революционными шароварами. В фильме «Офицеры» есть эпизод, в котором героиня вздрагивает при виде шрамов на спине мужа. Тогда актер Георгий Юматов показал перед камерой настоящие следы от ран. Он прошел всю войну. Жорко, вот то, что он на войне приобрел, это мгновенно чувствовалось на экране, понимаете? Вот эта вот воля. Другая челюсть, грубо говоря, понимаете? Совсем другая. У Юматова и его жены, актрисы Музы Крепкогорской, не было детей. На склоне лет всю любовь они отдавали питомцам. Кошки и собаки по кличке Фрося. Два одиноких человека. Георгий Александрович любил собаку, а Муза – кошек. Казалось бы, сложный такой сосед, но они любили друг друга. Той зимой дворняжка Фрося умерла. Убитый горем Юматов попросил дворника помочь ему пристойно похоронить пса и потом пригласил к себе. Новые знакомые выпили, закусили и, как часто бывает, заспорили о жизни. Причем на повышенных тонах. Дворник, оглядев скромное жилище артиста, заявил, «Ты воевала, живешь, как собака. Жаль, что в войне победили русские, а не немцы. Пили бы сейчас баварское». Он был абсолютный патриот. Аналогов я даже не знаю, чтобы так любить свою страну и так за нее переживать, как переживал Юматов. Юматов скипел, кинулся на пьяного гостя с кулаками. Тот достал нож. Актер сорвал со стены ружье. Следствие затянулось на два года. Поговаривали, что оружие выстрелило случайно в руках жены, пытавшейся разнять мужчин. И Георгий Александрович взял вину на себя. Ну, дело в том, что Жора очень любил музоньку свою, Крепкогорску, очень любил. У него было чувство долга и вины. У них не было детей. И вот это чувство вины перед музычкой, оно всю жизнь оставалось. Он был настоящий. Он не умел лгать, он не умел предавать. Адвокат Юматова сумел доказать, что умышленного убийства не было. Только превышение самообороны. Подоспела и амнистия к 50-летию победы. Актер вышел на свободу. Правда, уже другим человеком. Он боялся лишний раз появиться на людях. Считал, что все вокруг видят в нем убийцу. Очевидно, те два года, которые, в общем, он под следствием провел, для него, для человека-максималиста, это вообще было невероятной мукой. Но это не могло пройти безболезненно. Георгий Юматов всю жизнь жил по своим собственным, во многом идеальным представлениям о добре и зле. Гнилые уголовные понятия и тюрьма его попросту сломали. В конце концов, ему было уже почти 70 лет. А вот певец Сергей Захаров оказался за решеткой следственного изолятора всего в 27. «Я люблю тебя, ты посмотри, восходит солнце, молодое». 1977 год. В ленинградском мюзик-холле лихорадочно ищут замену Сергею Захарову. Никто не понимает, что происходит. Ведь молодой певец – гвоздь программы любого концерта. По углам шепчутся. На артиста завели уголовное дело. А сам Сергей Захаров тем временем обживался в СИЗО «Кресты». Кто мог предвидеть такой крутой поворот судьбы? Еще вчера он был на гребне успеха. А теперь – нара и тюремная похлебка. То есть повод нашли, но причина была гораздо глубже. Я вот в этом просто уверена. Потому что я никогда не поверю, что это просто была какая-то вот такая вот потасовка. Карьера студента Гнесинки с глубоким бархатным баритоном развивалась стремительно. В 24 года он победил сразу на двух международных конкурсах. «Золотоморфей» в Болгарии и «Сопоте-74» в Польше. И останавливаться на достигнутом не собирался. Он же «Яблонь в цвету» первый исполнил. И мы получили золотую Браниславскую лиру в 1975 году. По степени популярности Захарова уже сравнивали с самим Муслимом Магомаевым. Одним словом, молодой певец сорвал звезду с неба. Потому что, ну, помимо силы, у него был большой по диапазону настоящий профессиональный голос. Но он был с удивительно красивым темпром. Было и прошло, твердит мне время. Но ему назло, спешу к тебе я. Весной 1977-го Сергей Захаров давал очередной концерт. Билетов, как всегда, было не достать. Перед началом зашел к администратору зрительного зала и попросил контрамарки для друзей. И он, значит, обратился к администратору, говорит, ты знаешь, ко мне четверо пришли, посади их куда-нибудь. Да кто ты такой, да что ты такой. В итоге Захаров билеты достал, но конфликт исчерпан не был. После концерта певец пировал с друзьями в буфете. Администратор тоже привел приятелей. Слово за слово, началась драка. Через неделю Захарову вручили повестку в милицию. Оказалось, что его обидчик в больнице. Дело начали раскручивать. Газеты обвинили певца во вседозволенности, незаслуженной ранней славе и распущенности. Ну, по-моему, даже «Крокодил» журнал был такой. Даже там статья была. Кто только не писал в то время. Такой, знаете, показательный суд был народный. Захаров провел шесть месяцев в знаменитых крестах. А потом получил год исправительных работ в колонии в Ленинградской области. Потом его сослали уже в сланцы, на химию. Ну, как химию? Я ему туда за 200 километров еду привозил на машине. Пластинки с его песнями изъяли из продажи. А сам певец осваивал специальность каменщика-бетонщика. И считал дни до выхода на волю. И, конечно, в его судьбе это его очень сильно подкосило. Во всяком случае, карьеру. Знаете, уйти любимцу публики в забвение – это ужасно. Жизнь стремительно летела под откос. После освобождения Захарова не брали ни в один коллектив. Телевизионное начальство и слышать о нем не желало. Певец перебивался концертами в провинциальных домах культуры. Он устраивался в филармонии Одессы и Магадана. Концерты часто отменяли. Захаров был в отчаянии и начал петь. Если бы не поддержка жены, артист мог скатиться на самое дно. Он понимал, как его любят. Но никто же не знает правды, на самом деле, какая была. Но люди сопереживали. После нескольких лет скитаний певца взяли в ленинградский мюзик-холл. Художественный руководитель понимал, что возвращать в штат уголовника опасно. Но все-таки рискнул. И не прогадал. В 1986 году Захаров дал сольный концерт в Октябрьском, а затем и в Государственном концертном зале «Россия». Он пел арию «Мистера Икс». У него была вот эта челма на нем надета. Наброшен черный плащ такой вот, не очень длинный, на плечи, поверх смокинга концертного. Он спел только одну арию. Зал взорвался. Да, это был триумф. Но дальше карьера певца, затормозившаяся почти на 10 лет, сложилась не так блестяще, как могла бы. Актер Владимир Долинский, после четырех лет проведенных за решеткой, тоже понимал, что стать звездой первой величины ему уже не светит. «Обещал подарить ей автомобиль, а подарил кольцо с фальшивым бриллиантом. Почему?» «Он просто не нашел фальшивого автомобиля». В 1973 году Долинский возвращался с приемной дочкой домой с прогулки, когда прямо у дома скрипнули тормозами две черные «Волги». Выскочили люди, скрутили, запихнули в машину. Операция выглядела как недоразумение. Но сам актер, звезда комедийного сериала «Кабачок-13 стульев» понимал – это не ошибка. Это было очень серьезно. Имея, так сказать, если тебя ловили с валютой, с какими-то бриллиантами и так далее, это популярно, ты непопулярно, это очень сложно. Как и всем, в условиях вечного дефицита артистам тоже хотелось жить чуть лучше, чем положено. Крутились кто как мог. Кто-то договаривался с концертными администраторами и мухлевал с билетами. Те, кто ездил за границу, нередко спекулировали тряпками и техникой. Молодому артисту театра «Сатиры» Владимиру Долинскому знакомый тоже предложил сколотить легкие деньги. Он сам был питерский, Ленинградец. И он говорит, у нас, знаешь, какая разница в цене между питерским комиссионным и московским? В питерском комиссионном можно купить за 100 рублей, подсвеживание, а в Москве за него 200 дают. Решили скупать старинные вещи поселом и весям. Дело оказалось захватывающе прибыльным. У нас было 3-4 дня, поехали, и обратно взяли там, я не помню, какие-то вазочки антикварные, а он очень хорошо сёк в антикваре. И привезли в Москву, и, господи, боже мой, заработали там по 150 рублей на ровном месте, через три дня купили это. Доверчивые старушки отдавали разговорчивым гостям многие вещи даром, а стоили они как пять отработанных спектаклей. Дело пошло, и в один прекрасный момент нарисовался иностранный покупатель с валютой. А чё, когда валюта, а чё я с ней иду? Ну, ты продадим, возьмём валюту, а потом валюту продадим. И вот так вот втянулся в это, шутя играючи абсолютно, даже не столько из-за денег, сколько это была интересная, азартная игра. Игра тянула на 88-ю статью Уголовного кодекса. До 15 лет лишения свободы. Но Владимира это не остановило. Ну, он вообще по натуре такой амантюристичный человек. Наверное, он, так сказать, такой рисковый, скажем так. В то время раскручивалось большое дело о валютных махинациях, прикрываемых чиновниками вне штурбанка. Поэтому из-за мелких валютчиков взялись по-взрослому. Спустя несколько недель артист уже обустраивал быт на нарах. Там перестукивались в соседней камере. Нашел своего доброго знакомого, которого посадили. На фишках мы играли в проферанс. Это было так интересно. Выучил там тюремную азбуку. Супруга почему-то на свидание не приезжала. Однажды мать написала в письме. «Володя, у тебя больше нет жены». Оказалось, подруга жизни попросту выписала мужа уголовника из трехкомнатной квартиры. Его место быстро занял другой. Для Долинского это было потрясением. Я хотел покончить с собой. Просто потому что я жил тем, что у меня там Наташка, моя жена. Я ее взял с маленьким ребенком. Там 4 годика было. Доченьки ее, Ольки, которая скоро меня начала называть папой. Это был для меня страшный удар, конечно. Долинский вырос в благополучной интеллигентной семье. Однако отец, главный инженер Литфонда, учил сына в любой ссоре бить первым. Мне мой папа когда-то сказал, «Ты голубоглазенький, у тебя ресницы длинные, отчество у тебя, Абрамыч, глазки добренькие, добренькие тебя обижать будут». «Но запомни такую истину, в мире нет бойца смелее, чем напуганный еврей. Бей сразу сынок в глаз, как в бубен. Видел, как Тамара Ханум бьет». Я взял на вооружение этим. По жизни я прошел, в общем-то, с таким образом, шел в атаку, не раздумывая. Он всегда был вспыльчивым, непримиримым и рисковым. Ему достаточно маленькой искорки, чтобы возгорелось пламя. Но это пламя также быстро может и потухнуть. Хотя, наверное, он таким был всегда. Но теперь он вырабатывал в себе новые качества. Учился терпеть, ждать и догонять. Догонять – упущенное время. Потому что самая большая боль в лагере у меня была. Не от того, что у меня там были руки в крови, от того, что я ломом молотил лед. Я упускаю время, я упускаю. Долинский вышел на свободу, отбыв 4 года из 5. Благодаря ходатайству артистов театра «Сатиры». Но в родную труппу актера с непогашенной судимостью худрук театра взять не осмелился. Устроился в театр ленинского комсомола, к Марку Захарову. Теперь предстояло самое трудное – нагнать упущенное, что втройне сложно, когда вокруг соцветия молодых, но блистательных талантов. Абдулов, Янковский, Караченцев. Мне приходилось ждать. Ожидания, понимаете ли, у кабинета главного режиссера дадут или не дадут роль несравнивы с тем, когда ты сидишь в автозаке, холодный, умираешь в туалет и должен терпеть, и ты терпишь часами. Роли и в театре, и в кино были, но небольшие и нечасто. Не унывал, брался за любую работу, а когда ее не было совсем, садился за руль и таксовал. Опасался лишь одного – ненароком встретить знакомых. Один раз еду, проезжаю мимо Тверской, мужик стоит здоровый там, я подъезжаю, боже мой, Валька Гафт, я по тормозам налево, а потом думаю, ну что же ты вот так этого застеснялся, Валя, он бы тебя понял. Думаю, нет, ну как стыдно, стыдно. Со временем Владимир Долинский нашел в себе силы вернуться в строй. О тюрьме он теперь вспоминает с горькой улыбкой. Вот эти годы в лагере, когда они были самыми спокойными, вот в смысле нервной отдачи какой-то, ты все знаешь, ты зачеркиваешь дни, дни. И ты знаешь, что каждый вот это вот приближает тебя к счастью. По моим ощущениям, это, конечно, большой подвиг выйти оттуда и остаться человеком. Ему это дало наверняка, наверняка это закалило характер еще больше. Где-то наверняка оставило отпечатки и не самые хорошие, и на нервную систему, думаю, это не самым положительным образом повлияло. Владимиру Абрамовичу уже далеко за 70. Но и сегодня заслуженный артист России может вспылить так, что никому мало не покажется. Даже сейчас уже в солидном возрасте немножко с кем остается взрывчатым таким, не терпит каких-то там несправедливостей таких, реагирует довольно резко на это. Ну, конечно, по-другому уже все-таки возраст есть возраст, но тем не менее. Авантюрные черты характера присущи многим артистам. И часто именно они толкают на грех. Увидев провинциального актера Арчила Гамиашвили, Леонид Гайдай сразу понял. Вот он, настоящий остабендер. Всю контрабанду делают в Одессе. На Дерибасовской улице. Боже мой, ой, что делать? Что же делать? Будем перекрашивать. За плечами колоритного артиста тоже была отсидка. И не одна, а три. Причем первая за преступление абсолютно в духе великого комбинатора. Еще мальчишка Арчил подрабатывал в Тбилисском драмтеатре и присмотрел кожаную обивку на креслах. Ночью он с другом пробрался в зал, ободрал ее и продал в лавку сапожнику. Сегодня утром стул стоял здесь. Куда он мог деться? Точно, вот здесь стоял. Друзей быстро повязали. Игамиашвили отправился в исправительную колонию на два года. Освободившись, шустрый и яркий парень поступил в школу-студию МХАТ. И, проучившись два курса, снова чуть не угодил под суд. За драку в ресторане. В наказание дебошира выслали из столицы в провинциальный Тбилисский театр, где он и начал свою актерскую карьеру. Однако уже вкусившись полна арестантской романтики, актер и на этом не остановился. Он побывал в тюрьме еще дважды. Сошелся там с авторитетными людьми и вел с ними дела, занимаясь актерским ремеслом, о котором мечтал с детства, лишь как милым хобби. И, в конце концов, вообще ушел из профессии. Учтите, попадете за решетку, я вам передачи носить не буду. Нет! Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра и не любовница. В общем, как ни крути, тюрьма не способствует творческой карьере. Исключений немного. Спартак Мишулин, попавший в лагерь по малолетству, именно там решил стать актером. Сокамерники были в восторге от его умения рассказывать истории в лицах. Всю жизнь был связан с мафией легендарный певец Фрэнк Синатра, что отнюдь не мешало и даже способствовало его карьере. А валютчик и спекулянт Юрий Азеншпис, проведя в неволе 17 лет, вдруг решил стать музыкальным продюсером. И весьма преуспел. В конце 80-х власть чиновников от искусства и директоров залов близилась к закату. Эстрада отныне называлась шоу-бизнесом, а рулевыми стали продюсеры. В это время никому тогда неизвестный Юрий Азеншпис азеншпис в очередной раз вышел на свободу. Побывав там, человек уже точно абсолютно понимает, что вот это черное, а вот это белое. И в дальнейшем ему легче между этим черным и белым двигаться. Азеншпис считал себя меломаном. Еще в молодости он собрал обширнейшую коллекцию винила. Начинал с перепродажи пластинок, закончил скупкой валюты и золота. Во время ареста в 1970-м в квартире Юрия нашли почти 18 тысяч долларов. По тем временам огромные деньги. Вторая ходка была тоже за крупные валютные махинации. И он выживал в каком мире? В мире волчар. В мире людей, при исполненных уверенности, что это ничтожество, а они воры в законе. Будущий продюсер попадал за решетку не раз. Но талант управленца и умение обращаться с деньгами неизменно помогали ему устроиться на зоне на самые хлебные места. Однажды он даже руководил лесопилкой. Юра мог общаться со всеми категориями людей на их языке. Это очень важный момент. Это очень серьезный опыт. Айзеншпис за долгие годы в неволе не утратил феноменального нюха на деньги. Поэтому, оказавшись на свободе, он безошибочно определил, где можно заработать. В конце 80-х новые рок- и поп-группы появлялись чуть ли не каждый день. Но как наладить концертную деятельность и раскрутку, молодые музыканты не знали. Айзеншпис тоже не был знаком с подробностями этого бизнеса. Но понимал, что его связи, в том числе и вполне криминальные, надо срочно монетизировать. В то время, в отсутствии интернета, с самым большим капиталом любого промоутера, любого директора, это была записная книжка с телефонными площадок, с контактами, и т.д. и т.п. с адресами. Чтобы заделать концерт, нужно было садиться на телефон и обзванивать. Айзеншпис многих знал еще с тех постных времен, когда он тихо спекулировал пластинками. Через старых знакомых заводил новых. И сходу пошел ва-банк. Предложил свои услуги мега-популярной тогда группе кино. Но как убедить артистов работать именно с ним? Айзеншпис знал. Надо завоевать авторитет и показать себя в деле. Виктору Цою, который настороженно отнесся к компресарио-уголовнику, он пообещал квартиру. Я, Айзеншпис, говорю, я сделаю через месяц. Он говорит, я это произношу и понимаю. А ведь слово надо будет держать. И он уже в голове держит. Стадион там, Олимпийский здесь, Донецкий. Какая-нибудь телевизионная съемка, это 50 тысяч рублей. Там подкупить это. И я говорю, как вы умеете это все считать одновременно? Он говорит, а как я считал в тюрьме судьбу 125 человек? Деньги за концерты по всей стране полились рекой. Мы знали ценник, за который работает кино. И мы считали, что вот пример. Это пример. Действительно был коммерческий пример на те времена. Айзеншпис рвался наверстать упущенное, заработать имя и обеспечить безбедную жизнь. После работы с кино он уже имел репутацию успешного директора и начал именовать себя на западный манер продюсером. В шоу-бизнесе с ним считались и даже побаивались. Когда я Айзеншпис вошел в комнату, я сразу понял, что с ним нужно быть на чеку. Было по глазам понятно и потому, как он строил предложение, что он вцепится в рожу, если ты сделаешь что-то не то. Музыканты из группы «Технология» поражались. Откуда столько энергии в этом тщедушном, уже не слишком здоровом человеке? Он вставал там часов в 6-7 утра и уже в 8 утра садился на телефон и начинал всех обзванивать. Все вешались. То есть вся богема, так сказать, вся музыкальная тусовка, она в это время там недавно легла спать, а тут в 8 утра. Привет, это Айзеншпис. Вот не хочешь взять технологию на концерт? Тюрьма приучила Айзеншписа к жесткой самодисциплине. Такой же самоотдачу он требовал и от артистов. Он нас гонял по концертам, мы, кстати, стоили мы достаточно дешево. Он брал валом, у нас было по 4 концерта в день. Это очень тяжело физически было даже в молодом состоянии. Певцам группы «Технология» такой режим работы не нравился. Они потребовали больше денег и в итоге разругались с продюсером насмерть. Дошло до разборок с участием бандитов. Обе стороны и сказали, Юра, ты не прав. То есть его же бандюки, его же крыша. Сказал, денег нет, отдам то, что я вам должен, рекламные продукции. И мы, блин, всю ночь грузили КАМАЗ с плакатами гигантскими, с афишами, которые сегодня нафиг мне было нужно. Группа «Технология» разорвала сотрудничество. Тогда Айзеншпис решил сам создавать звезд с нуля. Он заявил, что популярного певца можно слепить из любого парня с улицы. Так появился Влад Сташевский. Продюсер не боялся критики и буром пробивал дорогу своим артистам. В ход шли не только дипломатия, но и подкуп, и шантаж. Все, чему он научился на зоне. Он говорит, шоу-бизнес криминальнее тех людей, которыми я бы отсидел срок. Это был очень мстительный. И за свое детище могущий и способный выгрызть кадык человеку зэк. Не забывайте об этом ни на секунду. Но эпоха бешеных денег на фоне полного беззакония постепенно закатывалась. А вместе с ней и карьера криминального продюсера. Его старые методы начала 90-х перестали работать под конец 90-х. Мир изменился, а он изменяться не хотел. Жизнь этих людей разделил надвое тюремный срок. Насколько он соответствовал их вине, не нам судить. И все же, что это было? Трагическая ошибка? Закономерность? Или просто судьба? Субтитры создавал DimaTorzok